Яркой приметой нашего времени стало усиление внимания к формированию комфортной городской среды. Национальный проект «Жилье и городская среда» действует в нашем муниципалитете и приносит свои плоды. Причем изменения к лучшему есть не только в городе, но и в сельских поселениях Славянского района. Отличное подтверждение этому открытие парка в поселке Забойском, где и побывала наша съемочная группа программы новостей. Решение о строительстве парка, который был очень нужен жителям, притворено в жизнь в Забойском сельском поселении. О современном благоустроенном парке здесь давно уже мечтали. И вот самые смелые мечты обрели свое воплощение. Разделить радость открытия с жителями поселения прибыли глава Славянского района Роман Синеговский и председатель совета муниципалитета Григорий Литовко. Приятно, что есть в стране такая программа на сегодняшний день. Комфортная городская среда. Славянский район участвует в этой программе. И приятно, что помимо города благоустраиваются наши сельские населенные пункты. Приятно здесь находиться, потому что на селе всегда все по-доброму. Все вместе взрослые, дети. Здесь действительно все по-настоящему, все по-доброму, все по-человечески. И мне приятно, что появляется такой парк, потому что, чтобы сохранить сегодня село, чтобы сохранить жизнь в селе, конечно же, мы должны строить и благоустраивать и наши школы, и детские сады, строить новые социальные объекты, думать о больницах. Ну и, конечно, о благоустройстве, потому что люди должны где-то отдохнуть, должны быть места семейного отдыха. Поэтому я считаю, что это только начало. Активная команда будет участвовать в программах и будет продолжать развивать вашу территорию, нашу территорию. Роман Сенеговский отметил, что большая работа по благоустройству поселения будет продолжаться с тем, чтобы сделать жизнь селян еще более комфортной. Я хочу сказать, что это, наверное, одно из излюбленных мест, куда будут приходить жители Забойского, приезжать салатковчане, приезжать с деревянговки. Здесь будет происходить знакомство. Я уверен, что здесь будет всегда детский смех и радость, и проходить ваши значимые мероприятия. Да, здесь сделано все, чтобы было удобно проводить культурно-развлекательные мероприятия в центре парковой зоны. Для этого размещена специальная площадка со сценой. Жители поселка, а здесь были люди всех возрастов, с радостью пришли на торжественное открытие. Долго мы к этому шли, много трудов вложено. Хотелось бы отметить и поблагодарить всех, кто принимал участие в этом нелегком труде, так можем сказать. Этот день настал. Я считаю, очень хорошая территория получилась, многофункциональная для людей, для всех возрастов населения. У нас есть и спортивная, и детская, и зона отдыха, и сцена для проведения мероприятий в данном объекте. Я считаю, все у нас получилось. Главное, чтобы мы сохранили, ну и приумножили то, что у нас есть. Для всех собравшихся прозвучала душевная песня о родном поселке. Родной поселок, где мы живем, здесь наше сердце, наш общий дом. Погаснут звезды, придет рассвет, и праздник места на свете нет. И вот, наконец, наступил самый торжественный момент – перерезание красной ленты. Все собравшиеся горячими аплодисментами приветствовали это событие. У Забойского парка есть свое лицо, проект удачный, и было сделано все необходимое, чтобы он был успешно реализован. Очень важно, что работы шли в тесном взаимодействии с подрядчиками, которые учитывали пожелания заказчиков и работали с душой. Да, на протяжении трех месяцев мы выполняли здесь работы по обустройству тротуарной плитки, по обустройству топинговой дорожки, так называемой ролеводрому по периметру данной площадки. Успели в мае месяце, как раз погодную слою нам позволили высадить весь посадочный материал. На момент высадки, да и сейчас я могу сказать, что приживаемость 100% полностью всего посадочного материала. Потом мы смонтировали сценический комплекс, установили детское игровое оборудование, установили тренажеры на воркаут-площадке. То есть выполняли и старались сделать все от чистого сердца, от души для жителей поселения, для комфортного пребывания. Жители поселения уже успели по достоинству оценить все преимущества нового парка. Здесь можно не только хорошо отдохнуть с семьей, но и позаниматься спортом. Такой красивый, современный, очень интересный парк. Посмотрите, сколько людей здесь. Детворы вечером столько. Всем на радость только вот этот парк у нас открылся. Мы даже не думали, что у нас может в нашем глубинке, в нашем поселке быть такая красота. Мы теперь будем стараться сохранить это все. Мы, конечно, очень рады этому событию, потому что в нашем поселке это в первый раз. Наши дети очень довольны, так как это все находится рядом с нашим садиком номер 40. Я мама, у меня тоже есть ребенок, он занимается спортом, физической культурой. Поэтому для него этот парк просто открытие. И мы все очень довольны и очень рады. Спасибо огромное. Сегодня открылся такой замечательный парк. Сюда можно приходить заниматься спортом, просто приходить с друзьями. Ну, мне очень понравился парк. Парк уже стал настоящим украшением поселения и центром притяжения для отдыхающих. От детворы до пенсионеров. Открытие парка было проведено вместе с празднованием дня рождения поселка. В ходе торжеств, которые продолжились в Доме культуры, чествовались лучшие труженики поселения, кто внес особый вклад в развитие малой родины, которая с каждым годом становится все краше. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.